У нас, конечно же, есть свои заготовки, но мы приглашаем вас, нижегородского телезрителя, присоединиться к нашей беседе. Мы в прямом эфире, поэтому легко дозвониться 434-3477 для того, чтобы высказать свое мнение о том, что происходит в стране, о том, что происходит в Нижегородской области. Вот, кстати, о Нижегородской области. Многое меняется, многие объекты благоустроены, многие изменены в юбилейный год для Нижнего Новгорода, в наш 800-летний юбилей. Поэтому, Илья, не хочешь прогуляться по Нижегородской ярмарке? Хочу. Причем не вокруг, а именно внутри самого здания. Хочу. Поясню почему. Потому что Нижегородская ярмарка теперь, у нас вечера становится темнее, длиннее, ночи тоже темнее. А Нижегородская ярмарка, она светится призывно. Так и хочется оказаться внутри. Давайте же это прямо сейчас и сделаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ладно бы этот конфликт оставался в качестве индивидуального диалога Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Хубезов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, чтобы задать свой вопрос Ну а прямо сейчас предлагаю сделать еще один шаг вперед И нижегородские темы пообсуждать Тем более сегодня у нас начинается обсуждение основополагающего финансового документа Нижегородской области Бюджета, того самого, по которому мы будем в ближайшее время жить Об этом и поговорим Публичные слушания сегодня состоялись как раз по тому документу, о котором Илья сказал выше Это бюджет Нижегородской области Сразу на три года вперед 22, 23 и 24 И если раньше эти публичные слушания были реально публичными Жители Нижегородской области могли прийти и обсудить вместе с министром финансов То сегодня все было удаленно Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима рассказала Какие бюджеты, на какие средства, на что будут потрачены И в конце своего выступления ответила на вопросы нижегородцев Вот давайте на вопросах мы остановимся Такой вопрос По работе часто приходится ездить в Дивеево через Арзамас и проставить в многочасовых пробках Очень ждем скорейшего открытия южного обхода города Арзамас Известны ли сроки окончания этого строительства Окончание строительства автомобильной дороги Южный обход города Арзамас Протяженностью 9,4 километра запланирован на 2023 год А на 2022 год в областном бюджете на строительство этого объекта запланировано 1,5 миллиарда рублей Еще один вопрос К празднованию 800-летия Нижнего было создано много новых сооружений Которые необходимо поддерживать в надлежащем состоянии В новом бюджете заложены ли средства на такие расходы? Я тоже в своем докладе об этом говорила В целях содержания объектов благоустройства и общественных территорий Муниципальных образований Впервые в областном бюджете на 2022 год предусмотрены субсидии в объеме миллиарда рублей Они и будут распределены пропорционально общей площади Объектов благоустройства и общественных территорий Ну и, наверное, вот последний вопрос, на который я отвечу Это очень довольна тем, что вновь появился межрайонный водный вид транспорта Валдай Это быстро, удобно Но цены для пенсионеров достаточно высокие 700-800 рублей в сторону Граца или Чкаловска Будут ли предусмотрены в бюджете какие-то компенсации Чтобы дети и пенсионеры могли пользоваться скидками на билеты? В период навигации 2021 года на рейсы Валдаи детям от 5 до 9 лет И пенсионерам предоставляла скидка 20% В период навигации 2022 года также планируется осуществлять эти рейсы Валдаи С предоставлением скидки в размере 20% указанным категориям граждан А всего в 2022 году на возмещение затрат, которые связаны с организацией перевозок Пассажирам судами на подводных крыльях Валдаи У нас в бюджете будет предусмотрено 31,9 миллиона рублей Отдельное спасибо за вопрос про содержание благоустроенных пространств Потому что мы в наших эфирах, Оксана, всегда с тобой говорим Так красиво, но вопрос, как это все будет поддерживать И многие нижегородцы эти вопросы задают Деньги есть Вот целый миллиард, как я понял, из уста министра финансов Нижегородской области Будет потрачен именно на эти цели И это, конечно, радует Что касается бюджета Нижегородской области на будущий год То там основные статьи расхода распределились так Порядка 50 миллиардов рублей будет потрачено на образование Нижегородской области Но это не значит, что только зарплата учителям Это и строительство школ в том числе И дальше идет социальная сфера Поддержка каких-то социальных обязательств перед нижегородцами Далее здравоохранение И на четвертой позиции, если не ошибаюсь Транспорт Нижегородской области Туда будет вливаться порядка 26 миллиардов рублей Как говорят о таких случаях, бюджет остается социально ориентированным Цифры, в общем-то, об этом говорят Но я думаю, что в информационных выпусках Нижегородского телевидения Уже и наглядные, и с инфографикой, и с цифрами все покажут Потому что пресс-конференция закончилась относительно недавно И сейчас журналисты переваривают все то, что было сказано с высоких трибун Ну что, многие, наверное, планируют уже как отдохнуть в следующем сезоне 2022 года Хотя некоторые до сих пор не отойдут от того, что происходило в 2020 году Когда, купив путевку, никто не смог поехать Никуда Ни Турция, Египет был уже давно закрыт Ни Кипр, ни Таиланд, ни так далее, ни так далее Многие-многие страны И сейчас получается, что около 50% путевок, которые были куплены тогда Они ничем не реализованы Не заменили ни другими поездками люди, не вернули деньги Ну и знаете, такие страшные заголовки возникают на лентах Headform Agents Более 60% российских туроператоров рискуют обанкротиться Вот такой страшный призыв Потому что долги туроператоров перед клиентами на сегодня составляют 25 миллиардов рублей Только вдумайтесь в эту цифру Если правительство давало хоть какую-то возможность отсрочить возвращение этих денег до 31 декабря этого года То что будет, начиная с 1 января 2022, не знает никто Давайте прямо сейчас обсудим ситуацию в российской туротрасли Это будет полезно для наших телезрителей Кто может все-таки планирует в 2022 хотя бы году вырваться куда-то за пределы нашей страны С нами на видеосвязи вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин Дмитрий, здравствуйте, вы в прямом эфире Здравствуйте Неужели так страшны те заголовки, которые опубликовали средства массовой информации 60% туристических операторов на грани банкротства 25 миллиардов денег и никто их никогда не вернет Или это просто журналисты, как всегда, ради красного словца Давайте расшифруем эти цифры, чтобы было более понятно туристам и телезрителям На самом деле 44 миллиарда туров, которые были отменены в период начала пандемии Они уже выполнены и в 2020 и в 2021 году С учетом открытия Египта, Турции, Доминиканы, Кубы, Мексики, Мадив и многих других стран Многие как раз поездки уже состоялись Увы, есть закрытые страны, есть закрытые границы Есть страны, где действует карантин Есть страны, где нам с вами не выдают визы А есть страны, куда не летают не только регулярные, но и чартные рейсы в том числе Как раз по этим странам есть основная проблема И поясню цифру, не 50% туров не возвращено Это 50% туристов, которые не хотят менять, например, Китай на Турцию Из тех, кто в закрытые страны не может отправиться в путешествие 17% выбрали путешествие по России Как равнозначные и альтернативные 30% поменяли зарубежную страну И 50% как раз ждут открытия Европы, Китая, Восточной Азии и других стран Которые для нас с вами недоступны Прогнозировать, какой будет процент банкротств крайне сложно Мы надеемся, что их все-таки не будет Так как деньги оплачены туроператорами зарубеж И наши партнеры зарубежные не отказываются выполнять свои обязательства перед нами и нашими туристами Но Китай не собирается открывать поток туристический раньше 2023 года, так говорят эксперты Что же тогда делать? Сделать так же, как в авиации В авиации постановление правительства уже другое 991 дает право авиакомпаниям Разрешить пассажирам поменять направление А в случае несогласия с заменой направления получить деньги в июне 2023 года Видно, авиакомпании знали, что Китай не откроется до 2023 года Поэтому их постановление оказалось более реальным и приближенным к жизни Дмитрий, у нас в ВКонтакте, в группе, напоминаемой Нижний Новгород, день за днем Так называется, вопрос от нашего телезрителя Евгений спрашивает Поговаривают о введении QR-кода на транспорте Это значит, что совсем скоро не только за границу, но и внутри страны будет тяжело путешествовать Что слышно среди туроператоров на этот счет? Хотел спланировать поездку на Байкал Теперь в сомнениях Вот такой вопрос Мы сейчас как раз до 14 декабря вместе с профильными комитетами Государственной Думы Обсуждаем технологическое решение по введению QR-кодов И если за границу мы при регистрации на рейс очень часто с вами предъявляем сертификаты вакцинации Или справку о том, что переболели Или ПЦРТ в зависимости от страны То внутри России таких действительно ограничений не было Сейчас предварительно обсуждается, что с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года Временно на транспорте, авиационном, железнодорожном будут QR-коды И без сертификата вакцинации или справки, который действует 6 месяцев после болезни Мы не сможем не только летать или ездить, но и покупать билеты Вот как раз против запрета продажи билетов без QR-кодов мы категорически выступаем И аргумент следующий У многих уже не вакцинация, а ревакцинация наступает Вот я, например, ревакцинировался, но кто-то еще не успел И QR-код просто не будет действовать Например, если вы хотите на весенние каникулы с ребенком поехать отдохнуть Или на майские праздники Поэтому лучше разрешить продажу билетов без QR-кодов Так как многие будут их получать только перед поездкой Взвешенная позиция, да Ну и в завершении еще один вопрос Где отдыхал в последний раз вице-президента Российского Союза туриндустрии И понравилось ли там? Знаете, у нас, к счастью, есть очень много возможностей для отдыха И несмотря на закрытые границы и ограничения в России Я вам скажу, где я отдыхал Я отдыхал в Турции и в Сочи И сейчас планирую поездку на Сахалин Удачной вам поездки, хорошего отдыха Спасибо огромное И надеемся на дальнейшую дружбу в телевизионном эфире С нами на связи был Дмитрий Горин Вице-президент Российского Союза туриндустрии Очень схожие, очень понятные желания по отдыху Я думаю, что многие россияне делают так же Сочи, Турция И многие сейчас заинтересовались страной Байкала Это точно Но вообще хорошо, когда вам туроператоры, турагенты идут на встречу И с пониманием относятся к тем деньгам, которые вы вложили в поездку А поездка не состоялась Пока же YouTube полнится вот этими видеоинструкциями, историями Как люди пытаются вернуть потраченные деньги Вот прямо сейчас давайте как раз одну такую историю увидим Диспозиция такова Человек, который звонит своему туроператору Потратил около 500 тысяч рублей на тур в другую страну Тур не состоится по причинам пандемии Как происходит диалог между человеком и представителем туроператора? Подскажите, пожалуйста, просто вот информация Мы тут с друзьями Тур у вас купили На большую группу около полмиллиона потратили И в итоге он в Турцию не состоялся Вот мы рассматриваем вернуть деньги Потому что мы вчера должны были вылететь И мы в итоге не вылетели Вообще, как вот вернуть деньги? И можно ли это сделать? Это вам необходимо обращаться в агентство, где вы бракировались Ну а так я же сейчас Нет, я просто хочу официальную информацию Вы же официальный представитель ТУИ Как бы мы у вас брали Просто какая информация? Это деньги можно вернуть? На данный момент мы предлагаем перенести Либо депозит Нет, а если мы просто хотим деньги Ну потому что как бы мы услугу не получили И вот, ну, хотим вернуть деньги за неполученную услугу Ну, на данный момент возвраты не осуществляется А почему? Просто, ну, мне к вам как бы претензий нет Просто официальный ответ какой? Просто пока мы как бы работаем в полфилу То есть, возврат он будет осуществлен Но сроки неизвестны Но сроки неизвестны Просто кто-то говорит, что там какие-то указы президента или правительства Что вот такая какая-то информация есть Или вы об этом ничего не знаете? Пока у меня нет официальной информации насчет этого Просто мне вот мой туроператор Ну, вы же говорили Ну, не вы же, а говорили, что типа не возвращает деньги Потому что ждут какой-то приказ правительства или президента То есть, вы этого не слышали, да? Что типа вот туроператоры пострадавшая сторона Поэтому деньги не возвращают Ну, конечно, мы тоже пострадавшая сторона Я понимаю, да Вся Россия пострадавшая сторона Просто деньги-то хотелось бы, понимаете, вернуть Ну, и получается, вы сейчас Ну, то есть, мы можем написать заявление на возврат денег, правильно? Вы можете, да Только сколько они будут возвращать, неизвестно Неизвестно А почему так? Потому что, ну, у вас просто нет денег Да, я так понимаю, в общих чертах Ну, ну, вы представьте, мы же не банк Вы нам деньги заплатили Мы их перевели поставщикам В авиакомпанию оплатили за билеты За отель Оплатили А поставщики нам тоже не возвращают Авиакомпания вообще на законном основании Ничего не возвращает Потому что у них только теперь сертификаты Отель тоже, в свою очередь, уже, там, выплатил зарплаты Там, сделал ремонт и так далее То есть, все предлагают нам только перевороны Я понял Я понял смысл Мне просто, ну, понять Мы можем сходить и написать Просто для нас это большая сумма Говорю, полмиллиона рублей У нас, ну, большая компания Хотела поехать в Турцию Ну, я понимаю, у вас просто большая компания Да, да, и сумма большая А почему вы не хотите просто перенести, например, Тур? Ну, честно, мы не верим, что пока будут лететь И вот, поэтому хотим вернуть деньги И вопрос, почему я позвонил Главный вопрос Что написать заявление можно Но когда вернуть, непонятно Но заявление они должны принять, правильно? Ну, вроде бы, когда? Почти правильно считает молодой человек Путевка у которого не реализовалась Есть постановление правительства Российской Федерации Под номером 1073 Которое разрешает туристическим операторам Не возвращать деньги туристу Вплоть до 31 декабря 2021 года То есть, срок действия этого постановления Заканчивается буквально через полтора месяца Именно поэтому 12 ноября Представители туротрасли Обратились к Мишустину Чтобы продлить это постановление Еще хотя бы на один год Потому что 50% туристов Не пожелали поменять Ту туристическую путевку, которая у них есть На какой-либо другой объект туризма И прямо сейчас переходим к рубрике Где есть не только реальные вопросы Но и реальные ответы От тех чиновников, от тех структур Которые заинтересованы в том, чтобы проблема была решена Но начнем с того, что неприятность Случилось на Грибном канале буквально накануне Да, видео нам прислал наш телезритель День не задался Подпись такой Съезд на Грибной канал Деревня Кузьминка Там произошло следующее Герой видео Это автокран Который взял и завалился на бок К сожалению, очень много таких ситуаций Когда кто-то что-то не рассчитывает И при выполнении каких-то работ К сожалению, происходит такое, как есть Но вот, как сообщается Никто не пострадал Какие-то, видимо, были бытовые работы На вот этом участке Частном Ну, вот так Просто наблюдение за городом Хорошо, Боливар не справился Но следующее сообщение Оно так, знаете, характерно Когда наступает осень-зима И наши телезрители пишут, сообщают Фотографируют, выкладывают видео Того, что происходит на дорогах Пишут, когда зима пришла неожиданно А план надо выполнить То, что происходит в поселке Гидроторф А там дорожники стелят асфальт На заснеженную, покрытую льдом дорогу Давайте посмотрим и послушаем комментарии Автора этого видео Вот работает техника Принимают асфальт Укладывают асфальт Ну, кстати, видео обошло все социальные сети И к нам попал тоже в эфир Уже эксперты комментируют Я знаю, на Нижегородском телевидении Говорят, что надо детально разбираться Потому что, знаете, технологии не стоят на месте Уже есть такой асфальт, который Вот можно чуть ли не в дождь, не в снег укладывать И все с ним будет хорошо В общем, следите за информационным полем Наверняка эта история получит еще и дальнейшее развитие Ну, давайте поговорим еще и про высокие технологии Которые позволяют сделать дома Нижнего Новгорода красивыми И подъезды тоже Но что-то пошло не так Трэша в ленту решили добавить наши телезрители Это касается адреса микрорайон Щербинки 1 Дом номер 15 Это не заброшенка, пишут телезрители А подъезд жилого дома Но здесь нет ни ремонта, ни уборки И даже освещения Хотя жители исправно платят за содержание И ремонт по тарифу ЖКХ За что мы любим нашего телезрителя? Телезрители программы «День за днем» За то, что они всегда знают, куда нужно обратиться Вот в комментариях посоветовали и даже отметили Официальный аккаунт Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Организации, которая следит за состоянием коммунального хозяйства ГЖИ оперативно дало нам вот такую справку Они сказали, что за содержание и обслуживание Имущества в многоквартирном доме Несет ответственность управляющая компания То есть либо ваш ДУК, либо ТСЖ Ну, те структуры, которым вы деньги и перечисляете В случае неисполнения управляющей компанией своих обязательств Вы вправе обратиться в Госжилинспекцию С заявлением, например, через портал ГИС ЖКХ на госуслугах Ваше заявление будет являться основанием для проверки И дальше уже Госжилинспекция будет проводить какие-то определенные меры со своей стороны Обращайтесь, в первую очередь, туда Мы всегда просим к нам на телевидение приходить Только когда вы уже понимаете, что все законные, понятные пути К сожалению, не дали результата и надо что-то делать дальше Вот здесь совершенно правильно советуют телезрители Ну и еще одна серия фотографий Очень странная, она нас повергла в такое легкое недоумение Как и многих, впрочем, пользователей сети Для меня она не странная, а страшная Потому что я, как житель микрорайона Гордеевский Очень переживаю за тем, что происходит на так называемом Гордеевском бульваре Решили практически год назад его реконструировать и привести в божеский вид Хотя и так он выглядел очень-очень достойно, поверьте Но тут наши телезрители накануне присылают, что зафиксировали 16 ноября, 3 часа дня, 15.00 То есть на улице снег и порывистый ветер Минусовая температура и промерзшая земля А в Гордеевке на остановке Смоленской церковь высаживают деревья На фото видно Губят просто саженцы и закапывают землю деньги Считают наши телезрители ужас ужасный и просто равнодушие Мы, со своей стороны, сделаем запрос в городскую администрацию Посмотрим, участок непростой Подрядчики там менялись, возможно, сроки поджимают Поэтому вот и такая картина наблюдается Я не удивлюсь, если ответ будет, что те саженцы, которые сейчас сажают Да, их прямо из Иркутской области привезли, потому что они морозостойкие Может быть Но вот присылайте свои фото и видео, пожалуйста, к нам в группу ВКонтакте Нижний Новгород день за днем А завершить наш сегодняшний эфир Я предлагаю хорошие музыкальные ноты Тем более, что в программе день за днем есть такая традиция Мы показывали музыкальное творчество нижегородцев Которые Нижний Новгород с юбилеем 800-летним поздравляют Мы не знали до сегодняшнего дня, что в Нижнем есть такой дуэт Называются они «Сафари» Современные, молодежные, интересные И даже они не остались в стороне от юбилея, который был в этом году И Нижнему Новгороду преподнесли такой подарок По тексту, который прямо сейчас прозвучит, слышно, что действительно Нижегородцы, которые знают каждую точку Нижнего Новгорода Итак, прямо сейчас в эфире Нижегородского телевидения Нижегородский дуэт «Сафари» с клипом на песню «Город Н» Смотрим, наслаждаемся видами Нижнего Новгорода Вот и вечер наступил, снова кеды и рюкзак На голове бардак И горят уж фонари, я по спуску до моста Ну как-то так А над городом туманный, прохладный ветерок Не паду в лицо Прохожу вокзал и банк Перекрёсток, пять дорог И до верха на метро Мой навеки любимый город Ты так красив Весь на ладони И с годами ты стал мне так дорог И таких, как я, здесь миллионы Я собираюсь в путь, чтобы просто взглянуть Где слияние рек, проведу целый век Мимо всех площадей, нет закрытых дверей Крыши среди антенн, любимый город «Эн» Любимый город «Эн» Любимый город «Эн» В другое место не хочу, мне город очень дорог В этом суть Я громко музыку включу Надену кеды и рюкзак И снова в путь Мой навеки любимый город Ты так красив Весь на ладони И с годами ты стал мне так дорог И такие, как я, здесь миллионы Я собираюсь в путь, чтобы просто взглянуть Где слияние рек, проведу целый век Мимо всех площадей, нет закрытых дверей Крыши среди антенн, любимый город «Эн» Любимый город «Эн» Любимый город «Эн» Крыши среди антенн, любимый город «Эн» 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 Любимый город «Эн»